Добрый день, мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто не подписан еще на мой канал, а зашли и решили посмотреть. Поставьте колокольчик, нажмите обязательно, чтобы к вам приходили уведомления о новых видео на моем канале. И тогда вы будете смотреть эти видео в оригинале и сразу после их появления. Ну а также не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 5 марта, такая будем говорить дата историческая, сейчас поговорим об этом, и киевское время 19 часов. Да, 5 марта, историческая дата, в этот день, в 1953 году умер Сталин. Это такой, очень много аналогий, точнее не аналогий, а Путин пытается подражать Сталину, пытается натянуть на себя, видимо, ну, не видимо, а звание отца народов или вождя народов, вот, как называли когда-то Сталина. Ну и, наверное, так же, как и Сталин, как в той песне поется, но вождь оказался сукою, с Путиным, наверное, будет то же самое. Ну да ладно, возвращаемся к нашей с вами войне, оперативная обстановка. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Угроза нанесения Российской Федерации ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Сумской области и 35 населенных пунктов Харьковской области. В остальном нет. И еще произошли события по ротации войск белорусских вооруженных сил, которые стоят на прикрытии государственной границы. То есть одни части сменили другие части. Поэтому никаких изменений в количественном составе и в группировке вдоль границы, украинско-белорусской границы не произошло. На Купинском и Лиманском направлениях бои в лесах Кремяной продолжаются. У Макеевки и Площанки бои продолжаются. В настоящее время силы обороны отразили все атаки противника. Кстати, там была информация ни о каком наступлении речи нету с нашей стороны. Мы находимся в обороне на этих направлениях Купинском и Лиманском. И на сегодняшний день линия фронта не изменилась. Мы отбили все атаки. Продолжаем отбивать все атаки со стороны российских войск. На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город, взять его в кольцо. Продолжает вытеснять наши силы из населенного пункта Забахмутки. Продолжаются попытки оккупантов продвинуться на Богдановку, Ореховку-Василовку и Дубово-Василовку. Усилилась артиллерийская поддержка противника. К сожалению, надо констатировать, что Российское командование подтянуло артиллерию на Бахмутское направление. Особенно на фланге. Там, где они пытаются продавить нашу оборону, чтобы замкнуть кольцо окружения Бахмута. Линия столкновения на юге города и у трассы на Константиновку корректировок не имела. То есть, южный фланг и южная часть города, линия фронта без изменений. Враг пытается добиться успеха в районе Белогоровки, это Луганской области Белогоровка. Но ситуация там пока остается тяжелая, но без изменений. Противник не достигает никаких успехов. Все атаки противника отбиты. Официальные военные источники сообщают о том, что массового ухода из Бахмута наших войск не происходит. У нас произошла ротация, сразу скажу. Бахмут мы продолжаем оборонять. Туда зашли силы специальных операций. То есть, зашел наш спецназ. Об этом сообщало Министерство обороны Украины. И, я так понимаю, те части, которые уже довольно длительное время находятся в Бахмуте, они потихонечку выводятся оттуда на ротацию. Так что, пока что оборона города идет, продолжается. И мы стараемся, мы наоборот проводим стабилизационные мероприятия. Кроме того, проводятся еще и меры стабилизации линии фронта, для того, чтобы предотвратить продвижение противника. Конечно, ситуация довольно опасная. И враг пытается не только окружить город, но и сделать широкую горловину, чтобы увеличить риск потерь при возможном уходе. То есть, он не узкими клиниями вклинивается в нашу оборону, а пытается эти клинии максимально расширить. Чтобы был такой коридор, если мы будем уходить. И чтобы наши войска находились более длительное время, в момент выхода из Бахмута находились более длительное время под огнем противника. Так что, ну вот такая, это они пока что, они пытаются это сделать. Насколько это получается, мы видим, что не очень. Шансов на успех у врага во время городских боев практически нет. То есть, в самом городе у нас оборона более-менее уверенная, и мы удерживаем свои позиции. Поэтому они продолжают, максимальное усилие продолжают сжимать фланги с севера и с юга за самим городом Бахмут. Так что, так что ситуация, будем так говорить, Бахмут в полуокружении, это мы констатируем. И ситуация в городе довольно сложная. Я бы сказал, наверное, вот здесь сейчас можно, наверное, применить слово критическое. Как будут развиваться дальше события, знает только военное руководство, поэтому ориентируйтесь исключительно на сообщения Генерального штаба или Министерства обороны Украины. Все остальные, кто бы они ни были, сейчас появилось очень много советников из прошлого, с 14-го годов, в этих самых генеральских званиях, которые сразу же заговорили о перемирии. Сразу же. Непонятно, зачем они там появились и что они там будут делать, но тем не менее, вот такие разговоры они начали вести. Ну а по ситуации в Бахмуте будем смотреть, как будут развиваться события дальше. Но пока Генеральный штаб пытается стабилизировать ситуацию на флангах за городом и в самом городе. Ардеевское и Шахтерское направления. Тяжелая ситуация у Красногоровки и у трассы. Идут бои, там противник пытается перерезать трассу и выйти на Красногоровку. Пока что безуспешно. Наши войска отбивают любые попытки противника улучшить свое тактическое положение или продвинуться в этом районе. В районе Водяного-Первомайского враг не оставляет попыток тоже улучшить тактическое положение. На всем направлении, оперативном направлении совершает артиллерийские минометные обстрелы. На данный момент обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов на этом направлении. Ситуация тяжелая, но стабильная. Здесь продвижений со стороны российских войск не зафиксировано. Запорожское и Херсонское направления. Противник обороняется и пытается улучшить тактические положения для возобновления наступления. Это на Запорожском направлении. В основном на Херсонском. Там у нас в качестве линии разграничения между противопорствующими сторонами это река Днепр. Поэтому все попытки улучшения тактического положения относятся к Херсонскому направлению. Также противник совершает артиллерийские обстрелы. И обстрелам за прошедшие сутки подверглось более 40 населенных пунктов. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В городе Новая Каховка Херсонской области оккупанты используют гражданское население в качестве живого щита. Все фашистские методы присутствуют на сегодняшний день у российских войск. В частности, с целью уничтожения средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города. Мы помним это в Донецке, в Луганске, особенно в Донецке, ставили даже реактивные системы залпового огня. Ставили между жилыми домами и оттуда ввели огонь по нашим позициям. Русская оккупационная армия теряет контроль на поле боя. Началась тенденция такая, очень хорошая для нас, в том, что они нагнали сюда все, что можно было нагнать, в том числе и некоторые патриотические движения, гражданские организации. И, в частности, в районе Углитара, там воюют так называемые казачьи батальоны. Это Кубань, они оттуда прибыли. И вот эти казачьи батальоны, Степь и Тигр, они отказались. Они высказали крайнее недовольство руководством вооруженных сил Российской Федерации. То есть, в основном это касается не Шойгу и Герасимова, как это делали, допустим, там, вагнеровцы. Нет. Они высказали недовольство тупостью и необоснованностью приказов местного командования. Их придали, эти казачьи батальоны, придали 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России. Помните, да, это та бригада, которую мы разгромили в районе Углитара. Та бригада, которая понесла тяжелые потери, как в личном составе, так и в технике. Так вот, они так и не смогли ее провести ротацию, перегруппировку этой бригады, для того, чтобы полностью восстановить ее боеспособность и чтобы она перешла к наступательным действиям. Они, видите, они пошли другим путем. Они придали этой бригаде усиление в виде двух казачьих батальонов. А когда казачьи батальоны посмотрели, как с ними обращаются и какие приказы им отдают, они отказались участвовать в наступательных действиях. И отказались выполнять приказы некомпетентного командования. Вот так заявили эти казачьи батальоны. В связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины, воинской дисциплины, и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий. Вот такая вот ситуация сложилась в районе Углидара с той же самой достославной, хорошо нам известной 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Ее усиление отказывается с ней воевать. Но тут хочу напомнить, сделать отступление, хочу напомнить про программу «Хочу жить». Это вот касается этих казаков с этих батальонов, кубанских или донских казаков, которые понимают всю пагубность этой ситуации. Я напомню, что есть такая программа «Хочу жить» у меня в описании к видео, к каждому видео. Есть телефоны горячей линии, где каждый желающий может позвонить и зарегистрироваться, и ему дадут все указания, как можно перейти линию фронта и сдаться к нам в плен. За полгода существования этой программы, она появилась летом 2022 года, на сегодняшний день воспользоваться услугой «Хочу жить» 10 тысяч человек. 10 тысяч российских военнослужащих по программе «Хочу жить» связались с нашими спецслужбами и сдались в плен. И на сегодняшний день живы-здоровы. Кто-то попадает под обмен, кто-то... Мы, кстати, гарантируем конфиденциальность, мы гарантируем, что никогда никто не узнает, что вы добровольно сдались в плен, потому что знаем, что за это карается в Российской Федерации очень жестоко, тюремным сроком, довольно большим, строгого режима, добровольная сдача в плен. И, соответственно, если вы изъявите желание, чтобы вас не обменивали до конца вооруженного конфликта, значит, вы будете продолжать находиться в плену. Так что, желающие, пожалуйста, чтобы вас там не расстреляли в качестве карательных мер свои же бойцы Росгвардии, которые там выполняют функцию заградотряда, в том числе, за спиной у военнослужащих, пожалуйста, набирайте, смотрите номера телефонов, интересуйтесь, набирайте, сообщайте свои данные, получайте инструкции, сдавайтесь в плен и сохраните свое здоровье и жизнь. Вернетесь домой целыми и невредимыми. Далее, авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам. Один по боеприпасам противника, по складу боеприпасов, и один по автомобильному мосту. Также наши защитники сбили 4 разведывательных ударных беспилотника разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника. В целом, украинские войны за прошедшие сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Сегодня большой урожай за эти сутки мы собрали, почти 1000 человек. Уничтожили 5 танков, 9 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня и 1 средство ПВО. Также враг потерял 10 автомобилей и 2 единицы специальной техники. По состоянию на сегодняшнее утро, в Черном море на боевом дежурстве находятся 16 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет «Калибр». Общий залп этих носителей может составить 24 ракеты «Калибр». Кстати, уменьшилось. Было 5, стало 4. Вот такие военные новости произошли в Украине на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. С 5 марта, ну и теперь немножко поговорим о военно-политических новостях, которые происходили, происходят в Украине и вокруг нашей страны. Так вот, сегодня еще есть одна знаменательная дата. Ну, смерть Сталина это одно. Все думали, что Путин тоже под эту дату приурочится и, может быть, покинет нас, оставит этот мир в покое вместе с его агрессивными действиями. Но, тем не менее, есть более важные даты, которые произошли в этот день. А именно 5 марта 1970 года был подписан, точнее, вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия. Кстати, этот договор действует по сегодняшний день и продолжает действовать. Договор был расифицирован Генеральной Ассамблеей ООН в 68-м году, а также гегемонами того времени, Соединенными Штатами и Советским Союзом. Россия, как вы помните, объявила себя правоприемницей Советского Союза. Поэтому все договорные обязательства возлагаются и на Российскую Федерацию, в том числе и этот договор. Важнейший был принцип этого договора, что каждый из подписавшихся обязуется не помогать другим государствам, внимание, не помогать другим государствам в разработке ядерного вооружения. Также государства без ядерного оружия берут на себя обязательства не пытаться им завладеть. Всем гарантируется право использования ядерных технологий в мирных целях. Это, кстати, в ответ на вопрос, очень часто вы задаете вопрос о том, что почему бы Украине не восстановить свой ядерный статус. Вот вам, пожалуйста, действующий договор, который не позволяет нам восстановить ядерный статус. Но, и он не позволяет таким странам, как Российская Федерация, или, допустим, другие какие-то, Ну, сейчас больше всех грешат на Россию, что она передает ракетные технологии, связанные с ядерным оружием Северной Кореи, что она передает ракетные технологии и технологии, связанные с обогащением Урана Ирану. Так что тут есть над чем задуматься, и Российская Федерация, играясь в эти ядерные игры, в частности с иранской ядерной программой, нарушает вот этот договор. Кстати, изначально договор был подписан на 25 лет, но в 95-м году было принято решение сделать его бессрочным. Из 9 ядерных государств, 3, это Израиль, Пакистан и Индия, никогда не подписывались под этим договором. Также КНДР в свое время была среди подписантов, но в 93-м году отозвала свою подпись из-под этого договора, после чего занялась созданием собственного ядерного оружия, как мы знаем, довольно успешно. Также до сих пор участником договора является Иран, который с 2004 года под подозрением о нарушении и все чаще в средствах массовой информации раздаются сообщения о скором изготовлении первой иранской ядерной боеголовки. Ну тут хочу добавить оптимизма в том плане, что сегодня, вчера точнее появилась информация, что Иран готов на переговоры с МАГАТЭ по своей ядерной программе. Это огромный прорыв, если эти переговоры возобновятся, я скажу, что это гигантский шаг вперед по ядерной программе. Это говорит о том, что, ну во-первых, и Иран не попадет под очередные санкции, ну и возобновляя эти переговоры, я думаю, вряд ли Иран будет передавать Российской Федерации какие-либо виды вооружения, в том числе и, возможно, комплектующие к беспилотникам типа шахед. Кстати, что мы и наблюдаем, шахедов-то стало, становится все меньше и меньше. Орланы летают, но это российские, ланцеты летают, это российские, а шахеды все меньше и меньше бороздят наше воздушное пространство. И так далее. Во Львове проходит важнейшая, на мой взгляд, конференция, которая положит, ну, закладывает очень хорошие тенденции будущего. Она проходит по вопросу создания международного трибунала в ГААГе, Центра уголовного преследования за преступление агрессии. И, соответственно, результатом этой конференции международной будет подписано соглашение о создании в ГААГе вот этого международного центра. Соответственно, сразу же начнется расследование против конкретных лиц, всех пофамильно, которых мы будем передавать, вот те, кто задокументирован, те, кто еще не определены фамилии, но есть должности и звания. Это все будет передаваться все эти генералы, начиная от Путина. Он идет во главе этой колонны, в этот ГААГский трибунал. И, соответственно, начинается оперативно-следственная работа и формирование обвинительного акта. Об этом заявила президент Еврокармии комиссии Урсула фон дер Ляйен. И подчеркнула, что Россия и ее президент Владимир Путин должны понести ответственность за ужасные преступления против Украины. За что боролись, на то и наборолись. Далее, тоже еще одна оптимистичная новость. Это американский обозреватель, военный обозреватель Чак Пфайфер, сообщил, что он провел анализ и сообщил, что, по его данным, воюющие на Бахмутском направлении подразделения вооруженных сил Украины провели контратаку к юго-западу от населенного пункта Ивановского и вошли в боевое столкновение с противником возле захваченного населенного пункта Клещиевка. Комментируя ситуацию вблизи Кременной в Луганской области, журналист отмечает, что российские войска 4 раза обстреляли юго-западный угол. Это позволяет говорить о том, что украинские военные сохраняют контроль над плацдармом в районе Кременной. Вот, кстати, обратите внимание, что даже американский военный обозреватель, проводя свой анализ ИР и свое видение ситуации, он, кстати, он опубликовал у себя в Твиттере этот результат и опубликовал карты, карты обоих плацдармов, и Бахмута, и Кременной. Никакой атаки нет, но стабилизационные мероприятия и на Бахмутском, и на направлении Кременной и Лимана, точнее, в районе Кременной наши вооруженные силы проведены. Если под Бахмутом мы провели контратаку для того, чтобы стабилизировать фронт, избить наступательный темп или продвижение российских, остановить продвижение российских войск вглубь нашей территории, то в районе Кременной мы просто провели огневое воздействие для того, чтобы стабилизировать ситуацию по контролю за плацдармом в районе Кременной. Вот такая вот ситуация, военная ситуация, уточнение от американского аналитика. Премьер-министр Латвии сделал такое заявление, ну вот то, что я говорил, чтобы не мотать нервы себе, особенно нам с вами, дадут, не дадут, когда дадут, сколько дадут, что дадут, я имею ввиду боевую авиацию западного образца. Так вот, премьер-министр Латвии на вопрос немецкого издания «Шпигель» ответил, западные партнеры начнут поставки истребителей Украине, и это только вопрос времени. Так как я вам и говорил, что к началу контрнаступления, поверьте, у нас будет авиация. Вполне возможно, что даже авиация будет западного образца. Он даже также добавил, премьер-министр Латвии, что если бы у нас были истребители, мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов – это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители, если украинцам нужны истребители. Они должны их получить, сказал Кареныш. Вот такое заявление. Так что будут истребители, ну и к ним мы сейчас еще вернемся, потому что в Соединенных Штатах появила НБС и сообщила со ссылкой на двух членов Конгресса и на высокопоставленного чиновника США, не указывает, из какого ведомства. Они дали в эфир новость, что два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в частности F-16. Также журналисты отмечают, что навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, это штат Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться еще 10 коллег уже в этом месяце. Также они заявили, что у этой программы двойная цель улучшить навыки летчиков и оценить, сколько времени может занять соответствующая программа обучения. Ну, опять же, добавлю оптимизма сегодня такой, день оптимизма, будем считать. В том плане, что мы знаем же, что еще в мае месяце прошлого года, в начале июня прошлого года прокатилась целая серия интервью с нашими пилотами, которые находятся в США и проходят подготовку, они проходили подготовку на тот момент на самолетах F-16. Рассказывали про философию полета на этих машинах и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что это либо новый набор пилотов, либо, скорее всего, это новый набор пилотов в школу обучения. А в конце марта или в конце апреля, когда готовны, во второй половине апреля, скорее всего, даже можно примерно дату сказать, будет, скорее всего, готовность наших войск к контрнаступлению, вот тогда могут появиться самолетики типа F-16, может быть, что-то другое. Может быть, торнадо, может быть, миражи, может быть, грифины. И, ну, бородавочники вряд ли, скорее всего. А десятые, уж очень больно он староват для этой войны. Слишком, ну, будем так говорить, российские средства ПВО для бородавочника будут, на мой взгляд, довольно большой проблемой. Вот, и про, хочу отдельно рассказать про бомбы. УПАБ, управляемая, пилотируемая авиационная бомба, УПАБ-1500В. Есть случай применения в Черниговской области, несколько дней назад были применены вот эти полуторатонные бомбы. Это планирующая бомба, которая сбрасывается с самолета. И это что-то аналог того, что нам предлагали, предлагают Соединенные Штаты. Вот эти бомбы, только те, которые нам предлагают США, они сделаны на основе, там, 100, по-моему, 100 или 150 килограммовых бомб. И дальность у них планирования может составить до 72 километров. Вот, когда просто на бомбу одевается вот это оперение из рулей. И, соответственно, там есть электронный блок, который управляет этой бомбой по GPS-навигации. Точно такая же аналог Российская Федерация. Только бомба полуторатонной. Практически в 10 раз больше той, что предлагают нам Соединенные Штаты. И российская бомба из-за своего веса летит только лишь на 40 километров. Сбрасывается с самолета с высоты 14 километров. Но эта бомба, она предназначена для уничтожения укрепленных и хорошо укрытых объектов. То есть, ее можно где-то, где-то можно отнести к категории, допустим, противобункерных. Подземные хранилища, подземные какие-то укрепления. Вот такая бомба. Кстати, ее следующая собрат, 3000-ка бомба, трехтонная, сбрасывалась, но не планирующая, а в обычном снаряжении сбрасывалась на завод Азовсталь. Они бомбили трехтонными бомбами завода Азовсталь. Но так как там не было нашей ПВО, и завод был, город был в глубоком тылу российских войск и в окружении, то они там просто нагло бомбили прямой бомбардировкой, сбрасыванием этих бомб с самолетов Ту-22М3. Потому что трехтонку меньший самолет не поднимает. Вот эти бомбы может поднимать машины типа МиГ-29, Су-35, Су-34, Су-24 может поднимать эту бомбу. Но надо отметить следующий момент. Есть подозрение, что эти бомбы могут больше не применяться. Или если будут, то еще будут единичные случаи их применения. Почему? Потому что впервые эта бомба появилась в 2019 году на аэрокосмической выставке в Москве. Россия продемонстрирует эту бомбу. Как правило на выставку выставляет не серийное производство, то есть это лабораторная разработка. Это разработка научно-исследовательского института. И если они на сегодняшний день и есть эти бомбы, то их очень мало. Их может быть десяток, полтора. То есть то, что было изготовлено для государственных испытаний или допустим какая-то первая пробная партия. Вот смотрите, как с ракетами «Кинжал». Мы знаем, что их там несколько десятков есть в металле этих изделий, ракет «Кинжал». Но применялась она трижды. За год войны три случая применения ракеты «Кинжал». Киев, Кременчук и, по-моему, Ивана Франковска. Вот три случая применения «Кинжала». И на сегодняшний день Российская Федерация больше «Кинжала» не применяет. Ведь они могли, у них было 12 самолетов МиГ-31К, переоборудованных под комплексы «Кинжал». Три они угробили. Один сгорел и два разбились. Остается девять. Три из этих девяти находятся в Белоруссии и шесть в России. Но почему-то в Белоруссии они постоянно взлетают. И мы вынуждены объявлять сигнал воздушной тревоги по всей стране. Потому что дальность ракеты покрывает всю нашу территорию. И мы не знаем, что у них под фюзеляжем. Муляж этой ракеты или действительно настоящая ракета. А она, мы знаем, она довольно высокоскоростная. Она на сегодняшний день не сбиваемая для тех средств ПВО, которые есть у нас. Но Россия не перегоняет или не поднимает МиГ-31 на территории России. Это говорит, я с Белоруссией уже больше полугода никаких агрессивных действий, я имею ввиду, применения оружия с территории Белоруссии и с воздушного пространства Белоруссии. Мы уже с вами не наблюдаем. Так что мне кажется, что с этими УПАП-1500В бомбами будет та же самая картина. Просто у России на сегодняшний день настолько критическая ситуация с вооружением, что они понимают, что промышленность не справляется. Поэтому все, что есть, вот в лабораториях есть, там, пяток этих бомб, они их сбросят. Потому что другого нет. Может быть, Путину доложат, что мы начали бомбардировки бомбами УПАП-1500В. И он скажет, молодцы, бомбите. А бомб будет всего там 3-5, ну 10 штук от силы. Поэтому, вот первое применение есть, давайте фиксировать и будем наблюдать. Кстати, эти бомбы, я думаю, что можно сбивать, потому что они планирующие. У нее нет двигателя, она не разгоняется, она планирующая. И, в принципе, 40 километров по времени точно, ну я не скажу, сколько она планирует, это расстояние, но думаю, что довольно долго. Потому что ей надо делать не резкое снижение, а держать высоту для того, чтобы пролететь 40 километров по дальности. Поэтому, скорее всего, скорость планирования этой бомбы довольно невысокая. И тактическими средствами ПВО сбить ее можно. Ну, единственное, что хватит ли у нас средств, чтобы расставить их вдоль всей границы Украины. У нас огромная протяженность границ. Вот, так что вот такая вот история с этой бомбой. Вот такое вот было вишенка на торте сегодня из военно-политических новостей. На этом мы этот раздел закрываем. Первую часть нашего с вами видео я делаю по традиции паузу. Те, кто не подписан, подписывайтесь, пока есть у вас пауза во времени. Проверьте, нажат ли колокольчик для всех зрителей. Поставьте лайк этому видео, если оно вам нравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Очень интересный вопрос про атомное оружие. Про российскую ядерную дубину. Что нас очень и очень иногда волнует. Знайшов инфу в интернеті, что срок службы ядерного заряда Плутония 239-го складает 18 лет, а заряд из урана 235-го – 30 лет. И что они с 1991-го не выработали. Чи бывают какие-то ядерные заряды, чи означает, что РФ не сможет застосовывать простроченные боеголовки. Смотрите, ну в принципе не бывает. Есть ружейный Плутоний, есть ружейный Уран. Вот все. Два компонента, на основе которых делаются все ядерные боезаряды. И то, что они не производились, это тоже нам известно. Что Российская Федерация пользуется старыми советскими. Вопрос, смогут ли они их применить, очень волнует не только нас с вами, но и весь цивилизованный мир. Все прекрасно понимают, что боезаряды устаревшие. Все прекрасно понимают, что с этим боезарядом может случиться все, что угодно. Либо он вообще не взорвется, либо он может взорваться даже во время транспортировки. Если там внутри происходят какие-то необратимые процессы. Никто же не знает, никто же не вскрывал, никто не переснаряжал эти заряды. Видите, по некоторой информации говорят, что этот ружейный Плутоний его просто закапывает очень глубоко в каких-то старых заброшенных шахтах, штольнях и так далее и тому подобное. Но я так понимаю, что технологии утилизации вот этих зарядов, кроме как закапывания, других нет. То есть, чтобы их разрядить и использовать вот этот либо уран, либо Плутоний для каких-то других целей. Или для, если он пригоден, для новых боезарядов. Поэтому это огромная проблема. И поэтому, когда Путин начинает хвататься за ядерную дубину, весь мир начинает быстро бить ему по рукам, пытаясь охладить его вот этот пыл. В каком состоянии эти заряды сейчас сказать будет вообще невозможно. Потому что, вы же помните, да, обращение к Федеральному собранию, последнее, которое огласил Путин, что он сказал, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. А это говорит о том, что, значит, Российская Федерация перестает допускать верификаторов, то есть контролеров, которые проверяли места хранения ядерных боезарядов. И что дальше там будет происходить, сказать будет крайне тяжело. Но в любом случае, оптимизм селяет то, что западные разведки четко все отслеживают. Помните, как только Северный флот России перенес тактические ядерные заряды на корабли и подводные лодки, несколько зарядов было перенесено, помните, да, сразу же в прессе появилось сообщение на основании заявлений норвежской разведки. Четко все сказали, какие заряды на какие корабли перемещены и так далее. Ну, то есть, все отслеживается капитально. Но вот главной проблемой остается техническое состояние этих зарядов. Что касается, допустим, неядерного вооружения, то принцип действует такой. Проводится освидетельствование, создается комиссия, которая проводит освидетельствование, допустим, видов вооружения или боеприпасов. Потом, если это боеприпасы берется какое-то количество из партии, из каждой партии этих боеприпасов, проводятся контрольные отстрелы или контрольные подрывы. Если все соответствует технической документации или техническим требованиям, то, соответственно, срок службы этих боеприпасов автоматически продлевается. Но продлевается там на небольшие сроки, допустим, на 5 лет, на 3 года и так далее. И так можно делать бесконечно. Ну, вот, кстати, мы таким образом удерживали наши вооруженные силы. И все виды вооружения у нас продлевались актами технического состояния. И боеприпасы, которые хранились на складах, а потом почему-то горели и взрывались, тоже все продлевалось актами технического состояния. Продлевался термин либо хранения, либо эксплуатации. Все зависело от ситуации. Я думаю, что Россия будет поступать примерно таким же макаром. Вот как они сейчас, когда Южмаш ушел с регламента пусковых установок и ракет, те, которые производил Южмаш, типа Тополь, точнее, эти, Сатана, комплексы, они начали делать, россияне начали делать это самостоятельно. Под свою ответственность, со своими комиссиями, подписями и печатями. Так что, сегодня сказать очень тяжело, в каком они состоянии и смогут ли они их применить. Подскажите, пожалуйста, если нам передают наступательное вооружение чайными порциями, то мы можем запросить оборонительное вооружение столовыми порциями, чтобы не было больше сдач городов. По типу Северодонецка, Солидара, Углидара, Бахмута. Ну, Бахмут и Углидар мы еще, мы никто сдавать не собирается, во всяком случае, на данный момент нет такой информации, нет таких предпосылок. Но, тем не менее, дело в том, что, вот, кстати, оборонительное вооружение, ну, хотя, трудно сказать, боевые машины, пехоты, они же как в обороне, так и в наступлении. Вот, какие-то виды вооружений нам поступает в достаточном количестве. Броня, допустим, я знаю, что идет, заходит железо, заходит в Украину и довольно в нормальных количествах. Вот, то, что влияет, серьезно влияет на ход боевых действий, это танки, артиллерия, это, вот, допустим, те же минометы. Вот, с ними проблема. С ними проблема. В артиллерии проблема еще с боеприпасами. Потому что, ну, не хватает. Мы очень сильно отстаем. Мы в три раза меньше используем в сутки. Если российская армия, по разным оценкам, сегодня российские войска оккупационные выпускают порядка 15 тысяч боеприпасов в сутки, то мы в 5-6. Вот, чтобы вы понимали, вот такое сегодня соотношение по использованию артиллерии, российской и нашей артиллерии. Но это средняя по линии фронта. То есть, они в сутки до 15 тысяч снарядов выстреливают. Ну, кстати, в мае, июне и в июле прошлого года у них расход боеприпасов в российской армии доходил до 60-70 тысяч в сутки. То есть, сегодня это упало, видите, в 4, даже больше, почти в 4,5 раза. И дальше идет тенденция к падению количества боеприпасов, расходованных в сутки. Потому что заканчиваются запасы, промышленность не стала на военные рельсы, не развернула. Они даже 10% не могут производить. Российская промышленность сегодня выдает 4 тысячи снарядов в сутки. 4 тысячи, всего-навсего. Весь российский ВПК. Поэтому не произошло чудо, как хотел Путин, что вот сейчас тут боеприпасами завалят все. Плюс мы же прореживаем, очень хорошо прореживаем тылы российской армии. В плане, посмотрите, сводку, каждый день склады, склады, склады боеприпасов. Они везут, мы подрываем. Они везут, мы отстреливаем их, подрываем. Так что, с одной стороны, оружие идет, но то оружие, которое влияет на ход боевых действий, вот с ним всегда возникают проблемы. А другой альтернативы этому нет. Что альтернатива артиллерии? Ракетные войска, ну, авиация. Авиацию пока не дают, с ракетами тоже пока туго. Поэтому уповаем на что? Только на артиллерию. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про новый легкий танк Соединенных Штатов. Проект GDLC-MPF, ну, Гриффин-2. Давайте так проще, потому что эти аббревиатуры основаны на модели Гриффин-2. Компания-производителя General Dynamics Land System. Основным вооружением будет 105-мм орудие с башней, как у танка М1А-2, это Абрамс. Я думал, что от идеи легких танков с орудиями 105-мм отказались. А тут такое. Как вы думаете, почему они снова возвращаются к этому калибру и такому типу танков? Дело в том, что нужны быстрые маневренные машины на поле боя. Это... Считайте, что эти легкие танки... Кстати, я удивлен был, что они Гриффин свой делают на гусеничной базе. Вот. Честно говоря, я думал, будет колесная база, как это делают большинство стран мира. И в европейские в том числе. Почему? Потому что... Почему? Потому что на колесной базе все-таки маневренность намного лучше. Проходимость, как выясняется, намного лучше. А вот эти легкие танки со 105-мм орудием, это фактически непосредственно огневая поддержка наступающей или обороняющейся пехоты. Причем с высокими маневренными свойствами. Ну, понимаете, да? Абрамс 60-тонник, 65 тонн, последняя версия Абрамса. Кстати, меркава израильская уже перевалила за 70 тонн. И, кстати, Израиль ее даже не продает. Почему? Потому что меркава только для твердого грунта. Для местности, где твердый грунт и где не бывает распутицы. Представляете, 70-тонная машина. Да, он очень хороший по характеристикам танк. Но 70 тонн он увязнет. А в наших черноземах тем более. Вот. И танки все перевалили за 60 тонн. Леопарды вторые за 60 тонн. Абрамсы последней модели за 60 тонн. Что ни возьми. Все. Леклерк, по-моему, где-то уже приближается к 60. Вот. Поэтому вопрос. А средние танки уже ушли в прошлое. Получается, средние танки теперь только есть старые советские основные. Основной боевой танк средний. 46 где-то там плюс-минус тонн. Вот. Это 72-ки, 80-ки. Они все средние танки. По своей массе. Вот. А вот легких танков не осталось. И сейчас стал вопрос, а чем поддерживать пехоту. Тяжелыми и средними танками. Средних танков в Запад не выпускают. Они все тяжелые. А тяжелыми танками много не навоюешь. У них маневренность довольно низкая. Ну и при том, что пушка 125. Такой вопрос. Да, она, конечно, мощная. Она поддерживает. Но. А там все-таки артиллерийский ствол. 105-миллиметровая нарезная пушка. Которая может. Которая может. Вести довольно точно огонь. Плюс при высокой маневренности. Средних танков. Плюс средние танки. Все. В основном все плавающие. То есть. Он. Этот средний танк. Может идти. Вместе с пехотой. Может преодолевать водные преграды. Пехота может на этом танке. Переплывать через небольшие речки. Переправляться. Точнее. Поэтому. Вот поэтому. Я думаю. Что идея. Возобновление вот этих легких танков. Она получила такое огромное распространение. Видите. Поле боя. Корректирует. Все. Все армейские запросы. Война отсекает. Сразу не нужно. И ставит. И сразу поднимает те вопросы. Которые нам. Не только нам. Другим армиям мира. Необходимы на сегодняшний день. Видите. Яркий пример. Хаймарс. Хаймарс появился. В результате войны. В Персидском заливе. Когда они поняли. Что М270. МЛРС. Тяжелая гусеничная машина. В песках. Это проблема. А колесное. Трехосное. Трехосное шасси. Колесное. Да. С одним пакетом. И в самолет. Закатывается очень хорошо. За счет своих габаритов. И веса. Их можно несколько в самолет. Закатить. Танки. М270. Там она как танк весит. Там много не закатит в самолет. Вот. И она по песку идет отлично. По твердому грунту идет отлично. По шоссе. Вообще 90 км в час. Хаймарс едет. То же самое. И вот эти легкие танки. Вот единственное. Удивленный был тем. Что Соединенные Штаты. Не стали отказываться от гусеничной базы. Не сделали ее колесную. Эту базу. Может быть они еще к этому придут. Они еще кстати. Там только первые разработки. И первые испытания. Этого легкого танка. Так что посмотрим. Грифон 2. Во всяком случае готовится уже поступать в войска. Скажите. За какие заслуги награждают именным оружием? И каким? Только пистолетами или еще каким-то? Спасибо за ответ. Смотрите. Ну именное оружие. Вообще-то начали награждать именным оружием. Ввиду Геральдика. Отставало. И как вид награды. Был придумано наградное оружие. Не только пистолетом. Пистолет просто самое распространенное. Наградное вооружение. Награждали шашками. Когда-то. Кстати. До 70-х годов. В парадной форме были. Были эти шашки. И кортики. Офицеров награждают кортиками. Вот допустим. На флотах. На морских силах. Награждали. Награждали. Это редкие были случаи. Но в том числе награждали карабинами. Укороченные варианты. Варианты. Но. Награждает. Оружием награждает. За военные заслуги. Понимаете. На фронте. На. В развитии военной науки. Военной науки. На поле боя. То есть. Наградной пистолет. Это. Атрибутика. Военных действий. К сожалению. Ну вот у нас. Например. В стране. Это превратили. Поставили на коммерческую основу. У нас. Все кому не лень. Особенно этим страдал бывший министр внутренних дел. Пан Аваков. Очень. Налево направо. У нас наградные пистолеты. Что не депутат. Так с наградным пистолетом. Вот. И причем получается. Этот. С одной стороны. Этот пистолет боевой. На него сразу же дают разрешение. А с другой стороны. Он как наградной. Его можно носить с собой. Как наградное оружие. Но при этом. Он боевой. И можно его применить. Кстати. Были случаи. По которым потом возбуждались уголовные дела. Применение этих наградных пистолетов. Поэтому. У нас это как всегда. Все извратили. И это превратилось в привилегию сильных мира сего. Я бы так сказал. Вот. Депутатский корпус. Чиновники. Там. Читаешь. Депутата наградили. Или кого-то чиновника наградили. Наградным оружием. Хотя. Какое он отношение. Он вообще в армии может быть никогда не служил. А ему дают наградной пистолет. Вот. С этим. У нас как бы. Вакханалия. Потому что наградное оружие. Какое бы он ни было. Холодное или огнестрельное. Это атрибутика войны. И награждали всегда. Только за военные подвиги. За военные заслуги. В период войны. Здравствуйте. Очень восхищаюсь смелостью украинцев. Вашу смелость и стойкость нельзя переоценить. Спасибо, что держите красную опухоль. И не даете распространиться ей по всей Европе. У меня вопрос. В чем смысл окопов Крыму? На побережье? Россияне ждут, что украинская армия выйдет из воды. Или наоборот пойдет в воду? Спасибо. Ну, наверное, первый вариант. Наверное, российское командование предполагает, что у нас есть как минимум бригада ихтиандров. Которая выйдет из волн могучих на брег, выйдет на берег пустой. 30 рыцарей прекрасных. Помните, как в сказке было? Вот именно поэтому. Эти окопы роются для того, чтобы предотвратить морскую десантную операцию. Вот для чего они роются. Но у страха глаза велики, пусть роют. Если им нечем заняться, пусть роют. Они как... Чем больше будет рыть, тем больше устанут. Тем меньше будут сопротивляться, когда мы придем в Крым. Вот. Не буду даже подсказывать, почему и как. Но вот так вот. Это, скорее всего, именно для предотвращения высадки морского десанта со стороны вооруженных сил Украины. Или военно-морских сил Украины. Добрый день. Я с вами полностью согласен насчет решения вопроса по Приднестровью. Это высвободит резервы, что усилит наступательные подразделения. Также, я думаю, что формируется ударный кулак, который будет направлен от Запорожья в Мелитополь. Чтобы наши войска вышли к молочному лиману. Таким образом, концентрация наших войск будет максимальна. Также у России сразу станет вопрос ребром. Выводить свою группировку с левого берега Днепра в Крым или ввести оборону. Оборона будет неэффективна. Так как ВСУ смогут за счет концентрации сил и средств довольно быстро выйти на перешейк с Крымом. Что грозит полному окружению примерно 30-40 тысячам российских солдат. В таком случае ситуация патовая. Украина во вполне осязаемые сроки выходит на перешейк Крыма. Россия оставляет войска в окружении или выводит их в Крым. Так как Украина выходит максимально близко к берегам Черного и Азовского морей. То появляется возможность полной или почти полной блокировки Крыма. Также войска, которые будут вынуждены отойти в Крым, морально дестабилизируют обстановку. Там также их будет проблематично перебросить на материк. При условии контроля Украиной подходов к Крыму. Что вы думаете насчет этого? В принципе вы озвучили то, что говорили все. И даже сказал генерал Бен Ходжитс, бывший командующий американских войск в Европе. Тоже он сказал, озвучил эту же версию. Единственное, что тут надо подправить, это то, что я не думаю, что российские войска будут отходить в Крым. Почему? Потому что, ну все равно, они прекрасно понимают, что если мы выходим на Азовское побережье, или допустим, если у нас появляются виды вооружения с дальностью 150-300 километров, то мы даже в принципе от Херсона там 300 километров достаем до Крымского моста. Надо померить точно линейкой. Но с Азовского побережья то 100% достаем. И Крым становится полуостровом. И действительно проблема, никто не будет заходить в ловушку. Не такие уже они глупые. Поэтому там есть тоже командиры, которые прекрасно понимают. Поэтому если российские войска и будут отходить из Херсонской области на левом берегу, то они будут отходить на Бердянск-Мелитополь. Они будут выходить через Новоазовск на Таганрог. Другого пути у них нет. Потому что зайти в Крым это захлопнуть за самого себя, захлопнуть в ловушку. А в остальном все вы абсолютно правильно сказали. Берется под огневой контроль Керченский пролив. Паромная переправа и остатки Крымского моста. Кстати, они там усиленными темпами пытаются его ремонтировать. Сейчас они там пытаются менять пролеты железнодорожной части моста. Я думаю, что как раз до появления что-нибудь они успеют сделать, конечно же. И с появлением у нас дальнобойных систем мы это все обвалим так же, как это было сделано в первый раз. Только в этот раз уже окончательно добьем пролеты, чтобы даже не было попыток переправиться через Крымский мост. Так что пусть трудятся. Опять же, к вопросу, если им больше нечем заняться, пусть трудятся по восстановлению Крымского моста. Следующее. Конечно, радует, что король Великобритании навещает наших воинов на обучении. Но очень сложно понять, как за пять недель можно приобрести сложные военные навыки. Может, я не права, вы бочты, будь ласка. Но, да, вы не совсем правы. Дело в том, что за пять недель взрослый человек прекрасно осваивает тактические приемы ведения общевойскового боя. Там никто не учит никаким сложным этим самым. Там никто не водит полки по нескошенным травам. Там же не учат полководцев, это же не академия. Это учебка, обыкновенная учебка для рядового и сержантского состава. Там людей учат вести общевойсковой бой различным тактическим приемом. Там дают основу ведения боя в полевых условиях, ведения боя в обороне, ведения боя в наступление и ведения боя в условиях городской застройки. Все. Пять недель за глаза с инструкторами, каждый день занятий, прекрасный период обучения. Так что все там хорошо и все там хорошо организовано. Техникою, якою николи не так. Є питання до вас. Після нашої перемоги, скільки на ваш погляд потрібно мати кількість особового складу техніки в нашій армії? Якщо через кілька років або десятиліт, наші десятилітрашка знову на нас захоче напасти? Дякую за вашу працю і відповідь. Южноукраїнськ завжди з вами на зв'язку. Смотрите, я думаю, что в принципі, вот этот последний крайний закон, который мы приняли о численности вооруженных сил, 360 тисяч, буквально перед началом этого массированного вторження, в принципі, основного состава вооруженных сил в 360 тисяч, я думаю, нам вполне хватит. Должна быть еще резервная армия, то есть служба в резерві, еще столько же, 360 тисяч, і должен быть моб-ресурс, в первій очні, тоже примерно 360 тисяч. Должно быть так, как в Швейцарії, там за 72 часа выставляют 600 тисячну армию, мы точно так же за 72 часа должны выставить миллион под ружьем. Вот тогда мы будем, на них, конечно же, техника вооружения, форма, боеприпасы, сухой паек, это должно быть на руках, включая и моб-резерв в первой очереди. Соответственно, все в штатном расписании. Техника должна быть рассредоточена по местам хранения, желательно в защищенных местах хранения находиться. Ну а основной состав должен иметь еще элемент быстрого реагирования. Может быть, даже их стоит вывести в отдельную структуру. Это войска быстрого реагирования, которые выходят на прикрытие госграницы в течение нескольких часов. Вот такой вариант, я думаю, будет вполне разумен. Плюс к этому миллиону армейскому, это армейский миллион, плюс к этому миллиону в силы обороны страны должна входить территориальная оборона. Только, ну, надо ее немножко подшлифовать. Опять же, у территориальной обороны должно быть оружие на руках, подразделения территориальной обороны должны быть сформированы, обучены. И эти люди в течение нескольких часов должны занимать свои, на сборных пунктах и занимать свои боевые позиции. А вот добровольческие формирования, как у нас сейчас это по закону, вот, они уже должны коррелироваться местными советами с подачей генерального штаба. В зависимости от наличия в области или районе объектов критической инфраструктуры и стратегических объектов. Вот примерно вот такой расклад должен быть армии. Итого мы считаем, миллион армейский, плюс силы быстрого реагирования где-то 1100. То территориальная оборона примерно в таких же размерах, особенно, и добровольческие формирования, ну, давайте территориальную оборону 1700, и добровольческие формирования 1300. То есть, примерно 2 миллиона под ружьем надо иметь, тогда нам не будет не страшна никакая рашка, никакие там другие диктаторы, северные соседи и так далее. Что вы думаете об американском комплексе СИРАМ, который может сбивать не только крылатые баллистические ракеты, но и артиллерийские снаряды? Он бы не мог помочь в местах, где гражданские объекты и жилье страдают из-за артобстрелов. Спасибо за ответ. Перемога за нами, слава Украине! Комплекс СИРАМ, это перспективная разработка. Он не в серии пока еще. Поэтому, да, он активно разрабатывается. Уже сейчас рассматривается вопрос его модернизации. Он еще не поступил на вооружение в войска, но он проходит испытания. Есть с системами типа гатлинга, многоствольными пулеметами, есть с автоматическими пушками. Эта система. Но она артиллерийские снаряды? Нет. Она не берет. Хотя, ну, там сказано, что артиллерийские и минометные выстрелы. Путем уничтожения соответствующих баллистических целей во время их полета. Вот так сформулировано. И сейчас уже стоит вопрос, что, возможно, огневые средства будут заменены лазерными пушками. Так что, на сегодняшний день, эта разработка, если она пойдет в серию, то да, в перспективе она может защитить территории от... Ну, это, скажу так, СРМ-система, это полный, получается, аналог железного купола, только более современный. Плюс, железный купол на основе ракетных системы сделан. Но, кстати, он тоже сегодня рассматривается как вариант модернизации системы железный купол. Это установка лазерных систем для уничтожения вот этих целей, баллистических целей. Баллистических. Мины и артиллерийские снаряды являются баллистическими целями. И реактивные снаряды тоже. Вот. Поэтому, если это будет принято на вооружение, тогда да, мы можем претендовать на то, чтобы нам поставили эти комплексы. Может, мы их будем закупать. А может, мы к тому времени, война закончится, и наше конструкторское бюро, у нас очень хорошая школа. Конструкторская школа в плане вооружений и систем боевого управления. Поэтому, может быть, мы что-то сделаем свое, аналогичное. Так что, ну, CRM пока что это перспектива. Это разработки, которые проходят испытания, активные испытания. Расскажите, пожалуйста, как программируется на цели ракеты калибры Х-555, Х-101 и другие. Могут ли менять координаты целей в море или в небе? Спасибо. Ну, вопрос на злобу дня, мы, правда, я уже отвечал много раз, но давайте напомним. Смотрите, существует группа программистов в местах базирования. Вот смотрите, допустим, аэродром в Энгельсе, да? Мы говорили, что это основной базовый аэродром стратегической авиации Российской Федерации. И там работала группа программистов. Кстати, молодые офицеры, женщины и мужчины. Фотографии их уже есть, опубликованы. Кстати, им огромный привет по поводу ГАГского трибунала. Они туда пойдут в числе первых в списке, эти группа программистов. Что они делают? Они им выдают список координат целей, которые получают с такого самолета типа А-50, который вдруг сломался в мочулищах и похромал потихонечку в Таганрог на ремонтный завод. Так вот, им дают список и, соответственно, количество ракет. И они закладывают, они программируют ракеты на эти цели. В ракету закладываются координаты цели и в ракету закладывается маршрут. Они разрабатывают маршрут по карте для того, чтобы... Это крылатые ракеты и они идут на малой высоте, на дозвуковой скорости. И, соответственно, они должны использовать складки местности или рельеф местности, так правильнее я буду сказать, для маскировки своего полета. Для того, чтобы держаться в мертвой зоне радиолокационных станций. Как правило, выбираются там шоссейные дороги, как правило, как маршрут. Да, ракета летит вдоль шоссе, придерживаясь почти как автомобиль, только в воздухе. Летят по рекам, по руслам рек. Там высота еще ниже, русло рек, они находятся всегда в низине. И, естественно, радары не видят эту ракету. В этом сложность поймать крылатую ракету на радар. Поэтому мы разворачиваем кучу мобильных групп, которые охотятся за этими крылатыми ракетами. Но, как только ракета стартанула, все, никакого перепрограммирования не существует. Обратной связи ракета с оператором не имеет. Пилот сбрасывает ракету из четко заданного района. Он знает, какие цели заложены, но не знает, какая в какую ракету. И ему точно, пилот указывает точно квадрат, в котором он должен сбросить эту ракету, эшелон, высоту, на которой должен находиться бомбардировщик, и курс, в котором должен двигаться бомбардировщик. Он заходит в этот квадрат, набирает эшелон и курс, и сбрасывает эти ракеты. Дальше ракета летит как самостоятельное тело, по заранее заданной программе. Никакой корректировки, никакой связи с оператором не существует. Вот таким образом программируются крылатые ракеты, из тех, которые вы перечислили. Сюда еще можно добавить Х-22, она тоже программируется на цель. Вот она, ну они в принципе все являются высокоточными. У них у всех есть головка самонаведения, которая активируется на конечном участке траектории. И дальше идет сличение цели с типовым объектом, который заложен в память ракеты. Или подсветка цели. Вот помните, мы с вами в начале войны бегали, искали вот этих, кто выставлял маячки. То, что тактические знаки рисовали на асфальте, на крыше домов, нет, это для ракет никакого значения не имеет. А вот там, где ставили радиомаяки или лазерные указки, которые подсвечивали цель, вот эти, да, они играют роль. Ракета ловит этот маяк и, соответственно, корректирует себя точно в это место, где стоит маяк. Ну что ж, на этом вторую часть нашего с вами видео мы тоже закончим. То есть, ответы на ваши вопросы. И у нас остается третья часть. Это ответы на, точнее, оглашения, приветствия, комментариев и пожелания, которые вы прислали. Вы прислали к предыдущим видео. И первый сегодняшний, что у нас будет, комментарий, да. Так, я интересуюсь очень давно германской техники, периода Второй мировой войны. И когда услышал слово «Пантера», сразу улыбнулся. На модификациях периода Второй мировой войны стояла мощнейшая пушка 75 мм, модель КВК-42. В лоб эту кошку не брало ни одно советское орудие, только сбоку. Хорошие планы на будущее в отношении Украины с Германией. Да, очень хорошие. Действительно, «Пантера» это была одна из последних разработок. И действительно, это был очень хороший немецкий танк. Какой кошмар, какие нелюди. Просто берут людей и как собак пускают их на смерть, под огонь. Это даже не конвенциальная война. Это первобытно общинный строй. Ну, это об отношении российского командования к личному составу. Китай на 70% зависит от экономического сотрудничества с Америкой и Европой. И в случае чего они его быстро поставят на место. Так что для Мордора и Белки он сюзерен никакой. Разве что для того же экономического сотрудничества, но не военной помощи. Так именно об этом мы и ведем речь. Что, скорее всего, Китай не решится ни на какую военную помощь. А наоборот будет пытаться через Белоруссию завоевать плацдарм на европейском континенте для дальнейшей экспансии на европейский рынок. Если Европа ему это позволит. Була святка жуткой картины. Весна, ночь, приезжали по мосту, а на ньому неймовірна кількість жаб. Лізать одни на других, давлячи. Тож пришлось їх чавити колесами машины. Так и мобики, и инша зелена нечасть нагадала ту картину. Тож тільки давити зброю, і їм можна зупинити або загнати в їхне болото. Хорошее пожелание. Китайка хитрая лиса внимательно изучает опыт стран под санкциями, поэтому к вторичным, третичным и любым иным санкциям будет готовиться. А также, а может быть, уже готов. Там правду никогда не скажут. Сейчас Китай прощупывает все варианты для достижения своих целей. Ну, если ему разрешат. Я бы так еще добавил к вашему комментарию. Хорошие новости. Китай в этом году будет вести решительную борьбу против независимости Тайваня. И содействовать воссоединению страны, говорится, в социально-экономическом плане развития КНР. Китай намерен увеличить военный бюджет на 7,2% до 224 млрд долларов. Ну, что ж, пожелаем китайцам удачи, если у них есть такие возможности. Если они потянут, если потянет китайская экономика на сегодняшний день. Бахмут Фортеця в правных воинов. ЗСУ, браво! Украина вперед. Переможемо по стемосе. Вот такое вот пожелание. Добрый день. Как интересно получается, Германия сейчас помогает нашей стране добить остатки фашизма, которыми Гитлер инфицировал Советский Союз. Как непредсказуемая история. Слава Украине! Очень, на мой взгляд, емкая и очень точная. Точный комментарий. Британия увеличила число танков Челленджер-2 для Украины с 14 до 28 танков. Также увеличили число САУ СВ-90 с 24 до 33 единиц. Также число БМП для Украины увеличили в два раза. И это только первые поставки. Ну, все понимают. Я так понимаю, что сейчас многие страны будут увеличить. У нас, по-моему, в середине марта анонсирован очередной Рамштайн. Так что посмотрим, что там будет оглашено в плане поставок вооружения Украины. Я думаю, что объемы будут только увеличиваться. Потому что снижать темп уже не имеет никакого смысла. Плюс, вы же не забывайте, что западные страны стартанули в военно-техническом плане. Они стали запускать свое ВПК. Запустить завод – это полбеды. Остановить его на… точнее, полдела. Остановить его намного проблематичнее. Поэтому выгоднее что? Производить. А куда девать произведенное? Помочь Украине. Ну, и на… сегодня на Пасашок такой комментарий. Залужный из ССУ. Наш ключ до перемоги. Супер комментарий. Спасибо вам большое. Но скажу так, что там нам очень нехорошая тенденция. Появляются все новые и новые советники. Что они могут насоветовать? Они там в 2014 году себя особо не проявили. Но, тем не менее. Как бы, знаете как, у семи нянек и дитя без глаза. Зачем эти советники? Кто их туда запихивает? Это очень риторический, на мой взгляд, вопрос. Ну, что ж, на этом я буду благодарить вас за ваше внимание. И за то, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз, тем, кто не подписан, напомню, подпишитесь. Поставьте, посмотрите, чтобы работало уведомление. Нажмите на колокольчик. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. И тогда его смогут увидеть большее количество людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей спонсорской помощи и просто помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжим верить в Збройные силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине. Продолжение следует.